Всем привет! В эфире двадцатый выпуск и он посвящен Кабардинскому князю Темрюку Идарову, вот этой вот неоднозначной фигуре, вокруг которой трясется Кабардинский выпуск. Итак, заранее скажу, что это не попытка сделать очередную ведросовскую пропаганду, как кажется всегда, когда говоришь про Темрюка Идарова. Это просто попытка рассказать о кабардинском княжеском роде, одной из сторон политики кабардинской жизни, которая относится к России, к российской части и связана с российской историей. И выбор этот пал именно на российскую часть сразу, потому что здесь больше просто материалов. Как мы понимаем, раз уж мы в России живем, то материалов поэтому у нас и больше. Поэтому следующий выпуск будет про Ата Жукина, который был наоборот против российской власти выступал. И там мы поговорим, естественно, про прокрымскую, турецкую позицию кабардинцев, кабардинских княжеских родов и, в принципе, самих кабардинцев. Итак, Темрюк Идаров. Ну, значит, что, в каких условиях он появился. В начале 16 века в Кабарде образовалось два княжеских объединения, как мы уже говорили в выпуске про кабардинцев. В историю они попали как большая кабарда и малая кабарда. Здесь я как бы сделаю уточнение там, поскольку в основном кабардинском выпуске были ошибки определенные, неточности, здесь мы будем это все уточнять, сглаживать. Поэтому будем считать, что это продолжение кабардинского выпуска. Значит, большая кабарда, в которой находился княжеский род, управлявший основной этими землями, княжеский род Кайтукиных. Соответственно, в малой кабарде был княжеский род более младшего порядка, княжеский род Джиляхстановых. Однако, как мы понимаем, княжеский род это правящий основной род, но были еще и другие, то есть они все родственники, так или иначе владевшие просто какими-то участками, как феодалы. А это был верховный князья Кайтукин. Дело в том, что в это время, соответственно, был рот едаровых феодалов, и как бы о ранних годах, юных годах самого Чемлюка мы мало что знаем, причем я не нашел, по крайней мере, таких подробных источников каких-то. Известно, что само имя Тимлюка образовалось в результате неудачной передачи Карамзины в источниках, связанных с историей государства российского, и оттуда в научные обороты вошло уже в искаженном виде. Изначально его имя было Кемергоко, что переводится примерно как темиргоевский сын. Темиргоевский, опять же, связан это с тем, что скорее известно, что его отец Идар Иналмасов до достижения зрелого возраста жил в Бжедуке, многие из его детей родились и воспитывались в закубанской Черкесии. То есть, скорее всего, это имя связано с так называемым отлычеством, то есть с тем, что Тимрюк, возможно, в ранние годы воспитывался в той семье, откуда вышел его отец, от Илыков в Бжедуге, или скорее даже в Темиргое, отсюда и темиргоевский сын. Известно, что в ранние годы, когда Тимрюк входил во власть, только в свою политическую, у него возник некий конфликт с основным княжским родом Кайтукиных. Видимо, как-то связано с династическими спорами за место верховного князя, в результате чего Тимирюк вынужден был со своей семьей скрываться у соседей, у княжеского рода Джеляхстановых в Малой Кабарде. При этом сам князь Джеляхстан был его двоюродным дядей. Там он какое-то время проживал, и после смерти Джеляхстана он стал старшим князем Малой Кабарды. Из-за чего, в определенных источниках, Малая Кабарда получила наименование Идаровой Кабарды. В то время, Малая Кабарда на своем пике развивалась по речке Терек, и в нее входил Терский городок. По одной из версий считается, что земли доходили до Каспийского моря по реке. Именно здесь Тимрюк начинает выступать против своих противников, выгнавших войск Кабарды. Постоянно входит с ними в конфликты, сражается. Причем Кайтукины были ориентированы про-крымский, про-турецкий. Старались не воевать с крымчаками, а предпочитали выплачивать и откупаться. И это не нравилось Тимрюку. Он выступал против этого всего. Приходившие войска Крымские, он сопротивлялся им, потому что ему тоже предлагалось выплачивать дань. Он предпочитал сражаться с крымскими войсками. А мы знаем, что Девлет Грией, крымский ханс, в это время регулярно организовывал походы на Кабарду в связи с неподчиненностью Тимрюка, совершал разорительные набеги на эти земли, в частности с 1553 по 56 годы были набеги сплошные в 67-70 годах. Все это привело к тому, что Тимрюк вынужден был обратиться к такому естественному противнику Крымского ханства и Османской империи на Кавказе, то есть к северному соседу, к России, которая только-только приходила в этот регион и границы ее еще были пока далеки. В 1558 году он направляет в Москву делегацию посольства во главе со своими сыновьями двумя Бугайруком и Сталтанкулом. Через них Тимрюк просит у царя Ивана Грозного военной помощи в борьбе со своими кабардинскими противниками из рода Кавитукиных. При этом он же просит дополнительной помощи в борьбе с калмыками, с которыми в принципе все черкесы в то время постоянно вынуждены были воевать. Калмыки очень агрессивно расширяли свои территории, что соседи бесслинеются, что кабардинцы постоянно попадали в независимость из политических пристрастий под удары калмыков, вынуждены были порой уходить в горы. И вот значит в этом посольстве в Москве младший и сыновей Тимрюкасов Танкун в итоге остается в Москве, где принимает крещение под именем Михаила и получает фамилию Черкасский, что в принципе соответствовало той принцип о именовании. Тут черкасскими называли всех выходцев из княжеских родов, перешедших на службу в России, из черкесов. Из тех же бесслинеевцев черкасских, из кабардинцев, даже иногда из нагайцев больших тоже выходили черкасские, но там известно, что семьи были черкесско-ногайские. В свою очередь это был и своего рода выбор в пользу своего северного соседа-союзника, поскольку Иван Грозный согласился помочь, то здесь как бы он вынужден был идти до конца и поскольку народ был христианский православный, союзник у него Москва, то и Тимрюк выступал в пользу христиан и не противодействовал христианизации некоторых из кабардинцев. Что в будущем вылилось в тех самых христиан-кабардинцев, которые проживали и проживают вокруг Моздока. Это еще и связано с тем, что само мусульманство, как такая цельная религия, она еще не получила тогда всеобщего распространения и поэтому вот такого рода выбор был еще возможен. Не было настолько это все глубоко корнями кабардинского общества. Однако Дальновидно он не придерживался Тимрюк одного союзника и заключил также династический брак союз с большой Ногайской ордой, которая тогда уже была прорусской, уже активно. Большая часть ее была в составе России или попадала только в состав Российской империи, как и многие ее княжеские роды. Получилось так, что она соответственно выступала противником Малой Ногайской орды, которая в свое время откололась от большой и была союзником Кайтукиных кабардинских и Крымских ханств. То есть такой союз поразовался Большая Кабарда Крымское ханство Османской империи против Малая Кабарда Большая Ногайская орда и Москва Россия. Две дочери старшие Тимрюка, Алтын-Чач и Малхруб были замужем, соответственно одна за астраханским царевичем Бекбулатом, а вторая за Ногайским князем Тинихматом, которые, соответственно, выступали союзниками России в то время. Что касается самой России, то у нее был свой интерес. Дело в том, что тогда было захвачено астраханское хаванство, был захвачен Россией Волжский торговый путь и, соответственно, России в этом регионе был нужен союзник, имеющий мощную степную конницу между Доном и Волгой и как бы мог бы поступать буфером таким между Крымским ханством и Турцией. Кроме того, через Кабарду проходили маршруты сообщения с православной Грузией, грузинскими царствами, с которыми Россия с давних времен поддерживала отношения и кабардинцы выступали как раз здесь Малой Кабарды проводниками разных отрядов, делегаций вот именно в Грузии. Более того, известно, что грибинские казаки, обитавшие как раз таки по Тереку в те времена, они участвовали, как и бесслинеевцы, собственно соседи, участвовали в этих делегациях темрюка в посольствах в Москву и тоже просили определенного покровительства у России, включения их в подданство России. Со стороны бесслинеевцев это были отдельные сообщества. Что, в общем-то, было принято и впоследствии мы видим, что во многих сражениях, где очень в пользу России выступали грибинские казаки. В 1560 году русские войска во главе с астраханским воидводом Черемсиновым предприняли поход на городок Тарки в Дагестане, столицу так называемого Шамхала Тарковского, который был таким извечным противником Малой Кабарды, в том числе Темрюка с Восточного фронта. Этот поход в принципе был предпринят в результате того, что этот Шамхал Тарковский попытался напасть на Кабарду, на Темрюка и Темрюк попросил защиты и помощи у московского князя. При этом сам Темрюк и его сын выступали в этом походе тоже вместе с русскими войсками. При этом известно, что кроме кабардинцев в отрядах участвовали абазины, абазинские сообщества и месленейцы. В том же году Иван Грозный, а вдовер после смерти своей первой жены Анастисии Захариной, отправил сватов к кабардинским князьям. Дело в том, что изначально он хотел породниться с польским королем, но так получилось, что польский король затребовал у него и смоленское княжество, полос, еще какие-то земли на западе довольно крупные. Соответственно, он мог пойти на это и вынужден был как бы обратиться к другим союзникам, поскольку с кабардинцами тогда этот союз уже наметился, значит позвал сватов своих туда, в Кабарду малую. И выбор, в общем-то, царя пал на Кучине, это младшая дочь Темрюка Идаровича. 15 июня 1556 года Кучине Темрюковна сопровождаем царским послами и кабардинской свитой со своими братьями была доставлена в Москву, где была представлена царю. Ему она очень понравилась, здесь она приняла православие и была официально объявлена царской невестой. 21 августа 1561 года царь Иван Грозный женился на ней вторым браком, она приняла тогда имя Марии православное, и как бы она стала царицей Марии Темрюковной, царицей российского царства, что в свою очередь значительно усилило авторитет Темрюка, в общем-то, среди всех своих окружающих соседей. В 1563 году Иван Грозный отправляет на помощь Темрюку отряд селицов под командованием воеводы Плещеева. Темрюк со своим старшим сыном, еще одним, Доманукой его звали, встречает царскую воеводу в Астрахани, куда вынуждены были бежать. Тут дело в том, что Кайтукины восстали против такого положения дел против Темрюка и попытались захватить Малую Кабарду, в результате чего Темрюк вместе с семейством вынужден скрываться у своих родственников династических в большой Ногайской орде и в Астрахани, в частности. И вот, значит, прислал ему Целанд Грозный войска на помощь, чтобы отбить обратно Малую Кабарду. Темрюк просил царя как раз помощи для борьбы с основным Кайтукином Пшиапшока Кайтукином. Вместе с русскими стрельцами Темрюк принимает успешный поход против противников, наносит им поражение, разоряет значительно большую Кабарду, в частности конкретно владения князей Кайтукинов и вынуждает их платить ему дань. В 1566 году царь вторично управляет на помощь союзник русского острова под командованием своих генералов Дашкова и Иржевского, и вместе с этим отрядом Темрюк вновь опустошает земли Кайтукиных братьев, захватывает много пленников, князья Большой Кабарды собираются с последними силами, объединяют всех кабардинских феодалов, нападают на русский отряд, но проигрывают. И таким образом, по сути, получается, что Темрюк становится верховным князем всей Кабарды. Осенью 1567 года по просьбе Темрюка, чтобы укрепить свою власть в этой Кабарде, Темрюк просит Ивана Грозного построить в Кабарде русскую крепость, при впадении Сунжи в Терек. Это как раз в Малой Кабарде. Строится так называемый Теркель, Теркельский городок, в котором ставится постоянный русский отряд для помощи Темрюку. Это была, по сути, первая русская крепость на Северном Кавказе. Соответственно, постройка такой крепости вызывает серьезное недовольство у крымского ханства, считавшего эту территорию подвластными ему. В том же году он управляет в поход на Кабарду большое войско татарское под командами трех своих сыновей, разоряет очень сильно серьезно кабардинские земли, опустошает их, захватывает большое количество людей в плен, однако до крепости не доходит и войска уводят обратно. В 1569 году 130-тысячная турецкая татарская армия предпринимает неудачный поход на Астрахань в рамках начавшейся тогда первой русско-турецкой войны, которая происходила в основном из-за того, что османский султан был очень недоволен тем, что во льноверцев захватили Астраханское ханство и хотел его отбить, вернуть. Однако, как бы они не учли суровой зимы, они пытались прорывать Волгодонский канал, через который пустить флот из Дона к Астрахань. В общем, все это люди побросали, началось десертирство, и с наступления серьезных холодов и нападения русских отрядов они уже не были бежать. При этом побежали войска, отступали многие из них по так называемой Кабардинской дороге, то есть не вдоль реки Дона, а вдоль степей Солончаков современной Калмыкии из Ставропольского края, где подверглись нападению отряды со стороны Чемрюка и его сыновей, которые значительно их потрепали, ограбили по пути. В 1570 году, однако, крымский хан Девлет-Грей организовывал новую поход на Северный Кавказ, туда он отправляет своего сына Адиль-Герая. Однако, поход этот стопорится изначально в землях западных адыгов, то есть в современной Краснодарской крае. Происходит как бы засеченная битва на берегах реки Ахуже, это современная Афибская станица. Здесь войска крымского ханства начинают сражаться с объединенными войсками западных адыгов, в частности закубанских шапсугов, бжедугов, тимиргоевцев в основном. И поскольку Тимрюк и Даров был связан с династическими узами родственными, он естественно выступает с сыновьями туда, со своим отрядом большим в поддержку своих родственников и выступает в этом сражении против крымского хана. Однако в этом сражении Тимрюк и Дарович был смертельно ранен стрелой, отдавая его сыном амстрюк и булгайрук попали в плен. В итоге все проиграли. Сам Тимрюк умер в 1571 году и был похоронен недалеко от современного города Малгабек в Гушетии. Что касается его сыновей, то оба они попали в плен и известно только о том, что в будущем был выплен только один из них, видимо второй погиб. В марте 1571 года, когда он уже погиб, Иван Грозный, продолжавший Ливонскую войну и опасавшийся набегов крымского ханства, сообщил турецкому султану о том, что он сносит Тверский городок, построенный ему в Кабарде. Насколько ему было невыгодно, как бы отсылая все войска на север на Ливонскую войну, открывать южный фронт и если бы они напали, естественно это был бы крах и он вынужден был пойти на уступки. Но тем не менее Тверский городок был восстановлен позже новым царем Федором Ивановичем в 1588 году по просьбе большого князя Кабарды в те годы Камбулата Идарова. Это был брат Тимрюка, который после его смерти стал Верхновным князем. Так, в общем-то, закончилась бурная жизнь Тимрюка Идарова, но продолжили его дело его дети, о которых нужно упомянуть. Дети Тимрюка, их было немало. Самое главное, его дочь царица Мария Тимрюковна, Гуашиней или Кучиней в родных источниках. Как я уже говорил, стала второй женой Ивана Грозного, по крещению приняла имя Марии, поскольку была она крещена во имя Святой Марии Магдалины. У нее был единственный ребенок, о котором извест наш царевич Василий Иванович, который умер в двухмесячном возрасте в мае 1563 года и погремел победим в Архангельском соборе, но на гробе его не сохранились. Больше у них, в общем-то, детей не было. И так принято, что в русской традиционной истории она считается в негативном ключе ее показывать, что она такая злобная была характером, постоянно изводила царя, что именно ее характер вызвал в Ване Грозном вот эти его худшие проявления, вот эту паранойю и озлобленность у всех. Некоторые современники обвиняли злонравную Марии в порче нрава царя и переходе к Тироу. Мария Тимрюковна умерла 6 сентября 1569 года в Александровской Слободе после возвращения из длительного путешествия в Вологду. Как и после смерти первой жены Анастасии, Иван Грозный, у него началась паранойя, он подозревал всех бояр в том, что они извели ее, утверждая, что они отравили ее, что они ее не любили. Была она похоронена в Вознесенском соборе Камельонского Вознесенского монастыря у запоминания стены храма, там же, где и царица первая Анастасия Романова. Сын, старший сын Тимрюка, Мамстрюк Тимрюкович Черкасский, известный в российских источниках, как Черкасский, являлся кабардинским служилым князем, был вторым сыном Тимрюка, на котором наиболее достоверные источники имеются, многочисленные. В июне 1565 года еще Мамстрюк впервые прибыл в главе питала самого первого кабардинского посольства в Москву, где с почестями был принят Иван Грозным. Именно он обращался к Ивану Грозному с просьбой о помощи от Тимрюка, от его имени. После смерти Тимрюка в сражении и гибели его сыновей, мы понимаем, что Мамстрюк попал в плен тогда. И именно Иван Грозный вёл тогда переговоры очень долгие, но поскольку понятно, что он был же братом его жены, царицы, переговоры о выкупе от Девлетгрея, о освобождении Мамстрюка. Крымцы тогда требовали на тот момент очень серьезный выкуп в размере 8000 золотых, а затем его еще больше увеличивали, понимая, какой ценный им попался. После его освобождения в 1578 году, то есть через 7 лет после плена, русский царь Иван Васильевич обратился в своем послании к нему и к его сыну, сыну врага Тимрюка, собственно из рода Кайтукиных, Казию Пшокову в Большой Кабарде, приглашая их вместе со своим дружинами принять участие в Ливонской войне. То есть он как бы пытался их как-то примирить в эти стороны. В 1583 году турецкое войско под командование Осман Паши, которое двигалось из Кавказа через Кабарду в Крым, понесло серьезный урон как раз таки от кабардинских отрядов по докомандованию именно Мамстрюка Тимрюковича, который с гребенскими и терскими казаками действовал против них. В 1588 году кабардинские князья Мамстрюк Тимрюкович и Куденеком Булатович, как раз из Малой Кабарды, дядя брат Тимрюка, во главе большой делегации прибыли в Москву, где были по сочистям приняты с новым уже царем Фёдором Ивановичем и просили у него помощь опять в борьбе против крымско-татарского ханства и османов, турок. В следующем году, в 1589 году в Кабарду был отправлен соответственно отряд стрельцов, который совместно с кабардинским отрядом разгромил владение князя Шолоха Табсороковича, который являлся сторонником крымско-турецкого ханства, выступал как противник этого рода Тимрюковых и пытался восстание поднять в Кабарде. В 1590-1991 годах терский воевода князь Григорий Зесекин воевал с Шамханом Тарковским в Дагестане. В этом бою участвовал мамстрюк в этом отряде и где он попал в плен снова и провел некоторое время. Его пытались здесь заставить отказаться от союза с русскими, на что он не пошел, отказался. И получается в 1600-1601 году. Кабардинские князи Адаманука, это как раз один из сыновей, который мы упоминали, имамстрюк Тимрюкович, были приглашены их противником вечным, Казиб Шопшаоковым, которых еще Сильван Грозный пытался примирить, с которым сражался Тимрюк когда-то. На мирные переговоры в Большую Кабарду и во время этих переговоров Казиб захватил их в плену и приказал их убить. После этого началось большое восстание про турецких и крымских князей в Кабарде. Следующий сын Михаил Тимрюкович Черкасский, он же до крещения Салтанкул, который тоже был в первой делегации в Москву от Тимрюка, тоже был крещенным князем, младшим сыном Тимрюка в 1558 году. Он вместе со своим старшим братом Булгируком как раз прибыл в Москву в том самом посольстве, как я уже говорил в начале. Тогда царь Иван Грозный, он там остался в Москве, он его крестил под именем Михаила, стал учить его грамоте, как офицера его учить. Парнившись с царем через царицу Марию, его князь Михаил Черкасский приобрел силу и влияние при дворе Ивана Грозного. Участвовал в Полоцком походе 1562-1663 года, где занимал должность некий Рында с большим Саадаком. После взятия Полоцка был выслан в Москву свести о победе. В Москве Михаил общается с митрополитом от лица Ивана Грозного. Награду он от царя получил город Гороховец и удел при нём же. Тогда он женился на 15-летней дочери боярина Василия Михайловича Захарина Юрьева, а царя получил вовленье галаманное земельное угодие. Вотчины вокруг города по рекам Окей-Клязьми. При этом Иван Грозный такой был, поскольку очень переменчивый, то он постоянно то ругался, отбирал у него все эти злодейные земли, то опять ему возвращал. От милости до гнева он постоянно бросал в разные стороны. С сентября 1567 года Черкасский упоминается уже в числе опричников. В том же году он стал боярином, приобрел значение одно из его руководителей вообще опричин Ивана Грозного. Считал, что он был очень близок к царю и после установления опричина даже Иван Грозный жил у него какое-то время в его доме на воздвижнике. Как опричник он лично принимал участие во востязаниях, казнях. То есть он напрямую участвовал во всем этом, как организатором, руководителем всего этого движения. При этом также Черкасский принимал участие в Ливонской войне 1668-1980 годов, где командовал большим полком боевых действий против крымских апартаров. Однако в сестерном году, когда скончался Тимрюк, Крымский хав Девлет-Горе осуществляет поход на Москву большой, захватывает и сжигает город, убивает огромное количество людей пленитых. Иван Грозный вынужден был убежать в Ярославль, бросив малочисленное войско. Войско опричников, во главе как раз с Михаилом Черкасским, не смогло остановить это большое 110-тысячное войско крымских татар и татары уже оставили, когда разграблены Москву и дошли до Серпухова. Он вслед за ними бросился, но уже было поздно. Татары ушли, без наказания, со всем пленниками в степи. И кто-то донес Тарю, что на стороне крымского хана выступил якобы Тимрюк Эдаров, хотя он уже тогда был мертвый несколько месяцев. И вот возможная мысль о предательстве, которую внушили Ивана Грозному, ослепила его, заставила жестоко исправиться со своим подручным Михаилом Тимрюковичем. Существует также и версии, что он якобы опасался в принципе предательства со стороны Михаила. Так или иначе, Михаил был вызван Александрову Слободу и там казнен якобы за измену в мае 1571 года. Считается, что непониканным сведениям до этого Иван Грозный жестоко расправился с его семьей и детьми. Что касается оставшихся сыновей, Доманука Тимрюкович, князь Малой Кабарды. Он был старшим братом Михаила Мамстрюка и о нем известно достаточно немногие. Понятно, что с целью его безопасности родовой линии он постоянно сопровождал отца своего, а потом своего дядя Кабарда. То есть постоянно как телохранитель был у них. Известно, что Доманука Тимирюкович участвовал вместе со своим отцом Тимирюком в подавлении восстаний против княжеской власти в Кабарде. Позже помогал России в обеспечении безопасности ее послов при проведении в Грузию. Погиб он примерно то ли в 1600, то ли в 1961 году вместе со своим братом Мамстрюком от рук Хазиб Шипша Окова в Кабарде. Второй упоминавшийся в первом посольстве князь, сын Тимирюка Булгайрук, он же известный также как Андрей Тимирюкович, предположительно средний брат Мамстрюка Михаила и Доманука. Известно, что с Михаилом он прижал в этом посольство в первом Москве, но там при нем не остался. И все, что еще известно в принципе про него, все, что я нашел, это то, что уже в 1571 году он вместе с Мамстрюком попадает в плен у Дивлет-Гиреева после той битвы, в которой погиб ранее смертельный, потом погиб Димрюк в Крымское ханство и по всей вероятности он в этом плену и умер. Дочери же, как я уже упоминал раньше, в частности Молхрук Тимирюковна, про нее известно, что она была женой сына хана Большой Ногайской армии Тени Хмата, то есть это был тот самый династический брак целепоселения союза с большими ногами. И собственно Алтан Чачи Мрюковна, которая была замуж выдана за бег Булата Ногайского царевича в Астрахани. Их, кстати, сын последних, Касимовский хан Сейн Булатунж Симеон, позже был сослан Говорисом Годуновым в Кирилло-Белозерский, затем в Соловейский монастырь за восстание. После, собственно говоря, сыновей от Тимирка в принципе остался так называемый большой такой в Российской империи княжеский род черкасских. Потомки единомышленники Тимирка были преимущественно союзниками России в этой княжеской династии черкасских. И несмотря на ограниченность своих возможностей, начиная с Ливонской войны, кабардинская конница, которая подчинялась именно их роду черкасских, она участвовала практически во всех войнах, которые вела Россия в последующие годы уже после смерти князя Тимирка. После смерти Тимирка род Идаровых начал терять позиции в Кабарде. Дело в том, что на какое-то время, в течение семи лет с его смерти по 1778 год становится верховным князем Кабарды их враг из рода Кайтукиных. Все это происходит благодаря тому, что Иван Грозный снес, как мы уже знаем, крепость Теркию из-за проведения Ливонской войны. Естественно, поддержка российских войск уменьшилась значительно. Идаровичи начали подвергаться нападениям со стороны Кайтукиных. Все это длилось до 1578 года, когда удалось младшему брату Тимирюка Куденету Камбулату Идаровичу с сыновьями Тимирюка отправиться к Ивану Грозному, попросить у него помощи вновь, признать подданство своей России. Иван Грозный это все принимает, помогает их войсками, они нападают на и разоряют владения врагов своих хайтукиных и их союзников, которые были на тот момент в Алиме в Верховном Кабарды и становится сам Куденет Камбулат Идарович становится Верховным князем Кабарды. Он таким образом правит в течение 10 лет, потом в России приходит к власти новый царь Фёдор Иванович, к которому они из делегации вновь приезжают и получают поддержку от русского царя и выражают преданность ему. Русский царь вновь помогает им разорить владения вот этих князей, которые постоянно восставали против власти Идаровичей. Однако через год, в 1989 году он умирает, и в это время Верховным князем Кабарды все-таки становится враг Идаровых Асланбек Кайтукин, который в свою очередь разоряет уже их владения. Начинается у них такая междоусобица и все это длится довольно длительный срок, несколько десятилетий, так как, как я уже упоминал, в 1600 году они приглашают Кайтукина, в частности Казим Мурзап Шиоков из Кайтукина рода, приглашает сыновей Тимрюка, Мамстерюка и Дагамука к себе туда в Большую Кабарду, где их верломно убивают. Казалось бы, вроде выиграли Кайтукина, но в 1603 году сын Камбулата Куденет Камбулатович становится... А, значит он едет в Москву, приносит присягу царю российскому Федору Ивановичу и просит его о помощи. Соответственно, помощь ему оказывается, он разоряет опять этих Кайтукиных и их союзников, и становится князем Валием Верховной Кабарды, но, поскольку это дело все творилось в этот раз силой оружия, очень серьезно так, то он не получает поддержки большинства князей Кабарды, и становится таким, ну, князем-изгоем, что ли, который не имеет фактической власти в Кабарде и держится только силой оружия. Так происходит до 1624 года, когда он умирает, и его сына Пшимаха Кабулатовича пытаются поставить со стороны царской России править всей Кабардой Верховным князем, но он не получает вообще даже никакой уже поддержки, и на вот этих выборах князя, даже формальных, он просто не проходит. В итоге Кайтукины становятся основной силой, Шагеновы Катукины становятся основной силой княжеской в Кабарде Верховными Князьями на долгое время, и такая устанавливается, такая про-турецкая, про-крымская позиция в княжеской власти Кабарды. А что касается потомков Идаровых, то дальнейшая их судьба уже продолжалась под именем рода черкасских внутри российской истории. На этом все. Поговорим еще позже о Тажукине. Комментируйте, ставьте лайки, делайте припосты в группах, друзьям. Буду рад пообщаться в комментариях на эту тему. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok